Цветотип лета награждает своих обладательниц женственностью и некоторой долей аристократичности. Вопреки ассоциациям с теплом, ярким солнцем, насыщенными красками, облик летних девушек спокоен в холодных тонах, лишен излишней контрастности. Большинство русских красавиц и самых обычных женщин относятся к этому цветотипу. Очень часто они недовольны своей внешностью, цветом волос, невыразительными, по их мнению, глазами. Многие идут на перекор природе и пытаются кардинально изменить образ, но в результате получают обратный эффект. Правильно подобранная цветовая палитра способна творить чудеса и может превратить скромное на первый взгляд лето в изысканный бриллиант. Как выглядит представительница цветотипа лета? Немалейшего намека на тепло, золото, мед. Волосы у летней девушки могут быть любыми. Очень светлая вся гамма русских тонов, каштановая, рыжеватая, но обязательно с холодным пепельным отливом. Мышиный оттенок девушки часто считают недостатком. Однако, менять его нужно с осторожностью. Теплый колорит не добавит привлекательности. Кожа может обладать аристократической белизной, быть розовой, с легкой краснотой или с муглой оливкой. Иногда просматривается тонкая сеточка капилляров, но они как у желтизны, тон холодный, чуть сероватый. Веснушки серо-коричневого цвета. Глаза мягкие, не выделяется яркостью. Между белками и радужной оболочкой нет четкого контраста. Преобладает светлая гамма в замечательных полутонах. Водянистые голубые, синие, серо-голубые, серо-зеленые, холодные карри. Иногда радужка имеет коричневую окантовку. Если вы узнали себя в этом описании, то знакомьтесь с подтипами. Контрастное лето. Это светлая кожа, белая или цвета слоновой кости, темные волосы, довольно яркие глаза, голубые, зеленые, карие. Холодное лето еще называют натуральным. Фарфоровая, прозрачная, слегка розоватая кожа, светлые, пепельные или рус с серым отливом волосы. Глаза мягких, серо-голубых и зеленоватых оттенков. Мягкое лето. Утонченность, нежность и хрупкость. Цвета все те же, но слегка размытые, растушеванные, мягко и гармонично перетекающие друг в друга. Кожа розовая, глаза серо-голубые или неяркие, зеленые. Волосы русые. Итак, с цветотипом определились. Следующий шаг – это подобрать подходящую палитру, чтобы природная красота заиграла в лучшем свете. Все признаки цветотипа лета лежат в холодной плоскости. Кожа при этом не всегда выглядит идеальной. Правильная расцветка одежды поможет сгладить этот недостаток или, по крайней мере, отвлечь от него внимание. Спокойная внешность лета, даже контрастный тип не гармонирует с яркой теплой палитрой. А вот сложные оттенки и цвета с легкой примесью серого – то, что надо. Базовый гардероб, состоящий из верхней одежды, обуви, платья, юбок, брюк, отлично смотрится в следующих тонах. Это дымчато-синий, серо-голубой, стальной, графитовый, лиловый, бежевый, бежево-розовый, коричневый с серым подтоном, оливково-зеленый, темно-красный, врусничный. Блузки, топы, футболки, летние платья и сарафаны в светлых оттенках – кремовый, нежно-розовый, светло-голубой, мятный, ванильный, сиреневый. Наиболее подходящие цвета для праздничной одежды – классический синий, изумрудный, темно-розовый, арбузный, малиновый, лишневый, цвет красного вина, лимонно-желтый. Какие же ткани подойдут светотипу лета? Лучше всего подбирать струящиеся и легкие – это шерсть, кашемир, твит, фланель, джерси, бархат, крэп-жакет, шифон. Обувь и сумочки наиболее подходящие – гладкие, матовые или замшевые. Лакированной кожей увлекаться не стоит. Обувь может быть черной, серой, серо-голубой, пастельных оттенков. Сумочка не обязательно совпадает с цветом одежды. Гораздо лучше, если она выделяется ярким пятном. Для очков категорически не подходят черные леопардовые оправы массивной формы. Лучше выбрать элегантную модель в нежно-фиолетовой или серебристой оправе с дымчатыми стеклами. Для контрастного типа допускается более насыщенный цвет из прохладной палитры. Украшения из старинного серебра, белого золота, платины – вот на что нужно обратить внимание этому цветотипу. Подойдет также жемчуг, белый и розовый, драгоценные камни холодных оттенков. А вот желтый металл с ними не гармонирует. Наиболее подходящие камни – бирюза, изумруд, аквамарин, лазурит, молочный опал. Какой же макияж наиболее подходит цветотипу лета? Для светлой кожи подойдут оттенки слоновой кости, холодные, розоватовые. Это касается тонального крема и пудры. На смуглу хорошо ляжет оливковый. Слишком розовые и теплые золотистые цвета подчеркнут недостатки, придадут усталый вид. Пудру можно взять бесцветную, а для вечера – с мерцающим эффектом. Румяна, твердая нет, коралловым, красноватым, рыжим, кирпично-коричневым. Приветствуются холодные, розовые, но не в виде боевой раскраски, а мягко растушеванные. Черный карандаш – не лучший выбор. Гораздо лучше смотрятся темно-синий, коричневый, серый, сероват-оливковый. Туз желательно выдержать такой же тональности, но черный допустимо. Идеально, если тени соответствуют цвету радужки. Подойдут и холодные, и розовые. Подводку стоит выбросить. Помада, карандаш для губ и блеск. В распоряжении вся розовая холодная палитра. Ягодные оттенки – сиреневые, сиренево-розовые. Из насыщенных – арбузный, вишневый, темно-красный. Карандаш допускается на тон темнее помады или блеска. Для контрастного цветотипа подойдет более яркий макияж. Натуральное и мягкое лето просят спокойных полутонов и плавных переходов. Лицо должно гармонировать с цветом волос. Если хочется поспорить с природой, то краску следует выбирать в холодных тонах. Или сделать филирование с пепельным оттенком. Кстати, оно уже не в тренде. Даже отдельные рыжие прядки подчеркнут морщинки, придадут усталый вид.